В Чувашии ужесточили меры по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции. В республике вводятся дополнительные ограничения на перемещение жителей. Предписывается не покидать мест проживания. Однако выйти из дома можно за экстренной медицинской помощью до ближайшего магазина, которые продолжают работать – это продуктовые, аптеки, где продают товары первой необходимости, также выглить собаку и вынести мусор. Кроме того, рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, ограничить перемещение за пределы территории населенных пунктов, являющихся местом проживания. Эти меры, согласно указу временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева, действуют до 5 апреля 2020 года. На 31 марта, по данным Министерства здравоохранения Чувашии, в регионе под медицинским контролем остаются 899 человек. Медицинское обследование прошло 1440. Подтвержденных случаев заражения COVID-19 по-прежнему – один. Оперативные данные по России и регионам появляются на сайте stopcoronavirus.rf. Горячая линия по вывозу волонтеров для доставки продуктов и лекарственных препаратов населению старше 60 лет – 8 800 201 32 60 и 26 11 11. Каждое заседание оперативного штаба – это принятие конкретных решений по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Вот и 31 марта временно исполняющая обязанности главы Чувашии обозначила ряд ключевых задач для профильных ведомств. Растет количество наблюдающихся, ужесточены карантинные меры, а это значит, режим работы становится для многих специалистов круглосуточным. При оперативном штабе создана рабочая группа, в нее вошли 13 человек. Они будут оперативно реагировать на все сообщения и координировать действия служб. Министр здравоохранения напомнил, что во всех муниципалитетах работают мобильные бригады, в составе которых есть врачи, эпидемиологи, полицейские. На сегодня, на 31 марта, вручено 1362 постановление Роспотребнадзора ввода необходимости изоляции. Значит, по данным управления Министерства внутренних дел выявлено 7 фактов нарушения режима изоляции. Трое человек принудительно изолированы. Всего проведено 1320 исследований на коронавирусную инфекцию. Дистанционно выдано более 300 лесков нетрудоспособности. Сегодня будет произведен выезд, чтобы посмотреть готовность нашего обсерватора, который будет расположен на территории и на базе «Алого паруса», «Санатория лесная сказка». В четверг уже будет подписано и проплачено по поводу масок. 326 тысяч масок по линии Минпромторг России поставлены. Далее, значит, подтверждено вчера буквально, что будет, опять-таки, по линии Минпромторга при взаимодействии с Минздравом России закуплено еще дополнительно 94 аппарата искусственной вентиляции легких. Конечно, в такой непростой обстановке важно не упустить ни одного момента. Лаборатории работают с двойной нагрузкой. Нужны специалисты, оборудование, тесты. Прямо в кратчайшие сроки, это в часах должно считаться. Вопрос подготовки специалистов, чтобы они начали лабораторные исследования, первое. Второе. Значит, мы уже можем закупать без аукционов такие вещи, отработать потребность масок. То есть, вот сказали, тысяча пачек, да, там, вернее, тысяча масок это в пачке, они не делятся. И давайте, исходя из вот такой нормы упаковки, надо отработать по предприятиям потребительского рынка, какая потребность им нужна с тем, чтобы оперативно сформировать соответствующую, скажем, соответствующую заявку и оперативно распределить по ним. Потому что достаточно много обращений, в том числе по поводу того, что продавцы работают без масок. То есть, да, в перчатках, но без масок. Особый контроль за предприятиями вне зависимости от их форм собственности. Все должны уйти на карантин. Время сомнений кончилось. Пока мы с вами, кажется, для себя честно не ответим на вопрос, что здоровье людей, близких наших, зависит от степени ответственности, нашей в первую очередь, конечно, это всегда будет создавать дополнительные моменты риска. И здесь, конечно, хочется призвать и обратиться сейчас с вашей помощью к жителям Чувашской республики. Будьте бдительны, необходимо беречь своих близких. И когда вы принимаете решение нарушить в чем-то рекомендации, которые сегодня приняты на уровне правительства страны, на уровне президента страны, руководителя нашего региона, вы не забывайте, что здесь в этот момент вы подставляете и вводите в зону риска тех близких, которые в любой момент могут оказаться в сложной ситуации. Автобусы и поезда по-прежнему приводят в столицу Чуваши и наших земляков из зон повышенного риска. Власти республики очень надеются на их чувство ответственности. И есть человеческое отношение. Ну, побудьте дома. Вот вы приехали на территорию Чуваши, вы выжадите этот момент, вот эти 14 дней. Постарайтесь не провоцировать тех, кто рядом, чтобы люди, которые рядом с вами, не стали заложниками. Да, эти меры, на первый взгляд, вызывают чувство неприятия. Ну, конечно, хочется выйти на свежий воздух, потому что хорошая погода. Конечно же, как вы задавали вопрос, хочется выйти с ребенком на детскую площадку и вроде бы, ну что, это же свежий воздух. Но вот здесь надо помнить, что коронавирус, он живет достаточно долго и на игровых формах, если он есть, установленных на детских площадках. Да, они обрабатываются, но риск существует. Безусловно, расстояние между людьми должно составлять минимум полтора-два метра. Да, даже в процессе общения. Вот если лучше перетерпеть вот эту неделю, которая создана с единственной целью – минимизировать общение между людьми. Всех жителей Чувашии волнует вопрос, где проходят исследования анализов контактных граждан и можно ли сдать тесты на наличие в организме коронавируса потенциально здоровым людям. Вот что ответила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева. В настоящее время лабораторные исследования от больных или подозрительных проводятся на базе вирусологической лаборатории Центра генэпидемиологии. Там проводятся лабораторные исследования от контактных лиц, чтобы выявить, есть ли у человека данный вирус. В настоящее время есть проблемы по организации лабораторного обследования от здоровых лиц, которые приехали с неблагополучных территорий или которые просто хотят обследоваться на этот вирус. Но на сегодняшний день лаборатория еще и не задействована. Хотя она определена, буквально на днях будут начаты лабораторные исследования на базе Центра генэпидемиологии. Персонал подготовлен, тест-системы они получили. Лаборатория начнет действовать. Сегодня Государственная Дума России утвердила ряд законопроектов, связанных с непростой ситуацией в стране по коронавирусу. В первую очередь это касается наказания за нарушение карантина. Вот что сказали по этому поводу депутаты Государственной Думы России Алена Аршинова и Леонид Черкесов. В первую очередь сейчас для нас важно выполнять указания органов власти, все предписания, все рекомендации. Мы должны быть дисциплинированы. Мы справимся с этой ситуацией, которая сейчас захлестнула весь мир. Очень важно помогать пожилым людям, не только родственникам, но и соседям, знакомым. Они более всего уязвимы. И, конечно, закон об уголовной ответственности за нарушение карантина – это то, что ждут наши жители. Потому что дисциплина превыше всего сейчас. То есть если инфицированный нарушил правила самоизоляции и по неосторожности масло зародил людей, то ему грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. А если нарушение привело к смерти человека, то размер штрафа до двух миллионов рублей либо лишение свободы до пяти лет. Далее даже возможно заключение до семи лет, если привело к смерти двух и более человек. То есть решение мы сегодня принимаем оперативно. Ужесточение – это, конечно же, вынужденная мера. Многие россияне не соблюдают требования безопасности. Если Москву объявили закрытым городом, вот вынужденные меры экстренно приняли те граждане, которые приезжают из-за границы. Они не обращаются, не самоизолируются, продолжают заражать окружающих своих близких. А если, зная, что заболел коронавирусом, не соблюдая санитарно-полагенетическими требованиями, вот там даже лишение свободы до семи лет, конечно, это строго, конечно, это жестоко, но это вынужденная мера вот в период эпидемии, которая у нас объявлена в стране, но и во всем мире. Волонтерские группы помогают пожилым и одиноким людям. Они покупают необходимые товары, чтобы ветераны не выходили лишний раз из дома. То есть вся работа выстроена дистанционно. Поступает заявка, мы ее обзваниваем. Далее мы идем по перечню продуктов, которые ему необходимы, пожилому человеку, или перечень лекарств. Полностью заявку оформляем и передаем ее уже волонтеру выездной группы, которая с соблюдением всех мер профилактики осуществляет покупку и передачу продуктов и медикаментов. Мы все стараемся, заявки, которые поступили до пяти вечера, обработают в тот же день. У нас волонтеры получают средства индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, антисептики и спиртовые салфетки. Также помимо средств индивидуальной защиты они получают бэдж и должны с собой носить всегда паспорт. Бывают и индивидуальные заказы. Они сложны в исполнении, но выполнить их надо, ведь речь идет о здоровье. Сейчас поступил звонок от пожилой женщины из города Новочебоксарска. Заявка интересна тем, что она попросила препарат, который редко бывает в аптеках, и попросила поискать. Вот сейчас мы занимались поиском, обзвонили все аптеки, зашли на интернет-ресурсы в поисках лекарства, но пока не обнаружили. И сейчас будем искать аналоги, так как препарат женщине необходим, все равно его нужно найти. Как только мы его обнаружим, приобретем и отвезем к ней, конечно, домой. Люди с благодарностью принимают помощь. Очень много звонков поступает после, либо во время, когда мы соглашаемся помочь. И бывает так, что и бабушки, даже дедушки говорят спасибо и не могут больше ничего не сказать, потому что начинают плакать. То есть им настолько важна и приятна такая помощь в такой сложной ситуации, что они прям очень тронуты. Как говорят ребята, для них самое главное – это хорошее самочувствие горожан. Александр Соловьев, Юлия Адюкова, Андрей Шоклев, Республика. Несмотря на объявленные выходные и режим самоизоляции, некоторым службам жизнеобеспечения приходится работать. Дорожные службы столицы обрабатывают хлорным раствором поручни подземных переходов остановки общественного транспорта. Со вчерашний день было обработано 37 остановочных павильонов и 3 подземных перехода. В сегодняшний день уже обработано 7 подземных переходов с сегодняшнего утра и около 150 остановочных павильонов. Единая дежурная диспетчерская служба работает круглосуточно, 7 дней в неделю и консультирует население по всем возникающим вопросам. Лица, которым более 60 лет, они должны находиться на самоизоляции. У них, конечно, могут возникать вопросы с их обеспечением продуктовым питанием, медицинскими какими-то препаратами, выгулять собаку, заплатить коммунальные услуги. Также эти граждане могут обратиться на телефон горячей линии. Есть специальные люди, которые будут оказывать помощь этим гражданам. Кроме чрезвычайных мер никто не отменял обычные весенние работы. Убирается листва, идет чистка спетофоров, красятся опоры, барьеры. В процессе эксплуатации старые дорожные стойки, они подвергались коррозии, потому что были изготовлены из простого черного металла. В настоящее время мы их меняем на стойки из оцинкованного металла, так как они требуют меньше затрат на содержание. Меняем и дорожные знаки параллельно, ставим новые, с флуоресцентной пленкой, более светоотражающие для безопасности дорожного движения. Руководство столицы убедительно просит граждан оставаться дома и соблюдать рекомендации по безопасности. Если мы, жители, рядовые, не поймем, что именно таким способом можно уберечь себя, своих близких, от заболевания, то никакие усилия, никаких властей не будут реализованы и не дадут результата. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. Магазины закрыты, производство приостановлено. Малый и средний бизнес принимают удар от введенных карантинных мер. По режиму работы предприятие регулярно поступает просьба с разъяснениями по трудовым отношениям, по организации кооперационных связей. Это испытание на уровне 2008 года. В том кризисе чувашский бюджет пострадал на 3 миллиарда рублей, только в части налогов. Сейчас прогнозы экономистов тоже неутешительны. На химпредприятиях ожидается рост цен на сырье. Впрочем, это касается всех, кто закупает импортные составляющие. В стройиндустрии остались только 4 предприятия. Остальные вывели рабочих на незапланированные выходные. Это может сказаться на сроках сдачи объектов, жилых и социальных. На этом фоне более оптимистично выглядят сельхозпредприятия. Они переходят на двухсменную работу, увеличивая запасы крупы и макаронных изделий. В этой ситуации поддержка предприятиям будет осуществляться в обеспечении устойчивого развития экономики и социальной стабильности. В качестве ключевых направлений следующее. Обеспечение товарами первой необходимости поддержки населения, поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска содействия развития малого среднего предпринимательства. Пристальное внимание уделяет ситуации на рынке труда в плане заложенных мероприятий по опережающим профессиональным обучению трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, возмещения работодателей расходов на частичную оплату труда работников числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работника. Вектор поддержки бизнеса обозначил в своем обращении Владимир Путин. Это и отсрочки по налоговым платежам и изменения ставок по страховым взносам. Конкретные меры и формы сейчас разрабатываются, а пока для предприятий есть возможность перестроить свои мощности под постоянный спрос, например, на средства защиты. Во-первых, определить совместно с предприятиями те мощности, которые можно было бы загрузить. Первое, напрямую. Второе, те мощности, которые можно было бы оперативно переориентировать на решение вот тех задач, которые стоят сегодня вот на переднем плане. При этом, если производство превысит внутренний региональный спрос, будет возможность поставлять товары и за пределы Чувашии. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Маски на вес золота. Одноразовые медицинские в дефиците уже почти месяц, поэтому в стране различные производства одежды переключают на изготовление трикотажных масок. В Чувашии переоборудовали цеха Чебоксарского трикотажа и фабрики Пике. Маски нестерильные, сделаны из хлопка. Большая часть отгружается предприятиям, которые в нерабочую неделю продолжают функционировать. Продукции имеют все необходимые сертификаты для масштабного производства. Да, у нас три цеха в Новочебоксарске, Чебоксарах и в Цивильске. Перестроили мы достаточно быстро. Как только получили информацию от нашего Министерства экономического развития, так сразу начали заниматься разработкой. В течение двух дней мы уже заработали первые образцы. К концу недели, ну, через пять дней, получается, получили сертификат. И на прошлой неделе, в понедельник, мы полностью начали выпуск масок. Сейчас примерно выпускается около шести тысяч изделий. К концу недели, я думаю, к четвергу, мы нарастим до десяти тысяч изделий. А сегодня вышло около пятидесяти человек. В принципе, цех работает не на полную мощность, но на восемьдесят с точки зрения персонала загружен. Однако, чтобы такие маски можно было использовать не один раз, их необходимо ежедневно стирать и обрабатывать с помощью парогенератора или утюга. По рекомендации Роспотребнадзора, через два-три часа постоянного использования маску необходимо поменять. В ведомстве напомнили, что эта мера эффективна только в сочетании с другими методами профилактики. Кроме того, в первую очередь маски предназначены для тех, кто уже заболел. Здоровые люди могут использовать их при посещении публичных мест и общественного транспорта. Для нужд медицинских организаций региона около 50 тысяч марлевых повязок изготовит формация Минздрава Чуваши. Часть средств защиты поступит и в аптеки. Как заверил министр здравоохранения Чуваши, на совещании в Доме правительства на этой неделе ожидается поступление в республику 300 тысяч масок. Параллельно с этим прорабатывают тему поставок защитных костюмов, перчаток и дезинфицирующих средств. Прокуратура Московского района Чебоксар поддержала обвинения в отношении 43-летнего горожанина, избивавшего малолетнюю дочь. Ему также предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Подсудимый грубо и жестоко обращался со своей 6-летней дочерью. Часто устраивалось в ней скандалы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, обвинением были подтверждены факты системного, а именно с февраля по октябрь 2019 года, нанесения побоев и иных насильственных действий в отношении своей дочери. Факты применения насилия были выявлены после поступления малолетней девочки в больницу с видимыми телесными повреждениями. Вину совершенного преступления посудимый признал. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с убыванием из правительной колонии общего режима. Приговор законную силу не вступил. В настоящий момент решается вопрос о лишении осужденного родительских прав. Весенние месяцы апреля-май считаются самыми пожароопасными. Это период субботников массового сжигания травы и мусора. Уже зарегистрированы чрезвычайные ситуации в республике. Только за последних 4 дня у нас произошло официально 30 пожаров. А возгорание можно считать и более. То есть 30 раз пожарные выезжали именно на тушение таких пожаров. Но самые сложные были моменты это вот на территории Порецкого района когда отстояли совместно с населением и пожарными село Напольное. Потом в Урнарском районе из-за выжигания мусора на территории огорода огонь перекинулся на строение надбурные. Пожарные отстояли жилой дом. Но самый нехороший случай вчера это на территории Алатырского района Алтырского сельского поселения пришлось поднять 9 единиц техники тракторной шпилевая глава администрации организовала сама для опашки этих полей. То есть сгорели пола поля те которые не обрабатывались стырня трава сухая и в итоге практически 100 гектаров этих полей и огонь еще зашел на территорию лесного фонда. Там тоже определенное количество гектаров сейчас смотрят. Совместными усилиями удалось локализовать но практически сутки пожарные администрации лесопожарная команда Минприроды Чувашской республики волонтеры боролись с огнем. Напомним подписано постановление о начале в Чуваше с 1 апреля пожароопасного сезона а с 4 апреля особого противопожарного режима когда категорически запрещаются пикники на природе с разжиганием костров. В России стартовала программа онлайн-тренировок для всех возрастов фитнес против вируса. Комплексы упражнений разработаны специалистами с многолетним опытом и охватывают все направления современного фитнеса от йоги, пилатеса и функциональных тренировок до танцевальных занятий и упражнений для людей в возрасте старше 60 лет. Тренировки будут доступны на сайтах доступ всем.рф мы вместе 2020.рф Напомню 23 марта Министерство физической культуры и спорта Чувашия запустила проект «Тренируйся дома». Только за неделю на странице ведомства в социальной сети ВКонтакте было опубликовано более 90 видеоуроков и отчетов с домашних тренировок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok